На сайтах знакомств ищут многие женщины, ну, одна друга другого, другая партнера жизненного, каждому по-разному, но не все ищут именно иностранцев, девочки. Мне прислали очень интересное письмо, очень печальное еще одно письмо, девочки, потому что, когда мы ищем этого партнера для себя, пару свою, у нас есть свои колокольчики, правда, свои потребности, правда, и свои, как говорится, грабли, на которые мы наступали. И тем более, когда знакомишься с человеком, который, ну, он не находится рядом с тобой, нужно обращать наверняка на все, абсолютно. Но, вы знаете, не всегда так получается, иногда бывает игра на короткую, а когда, ну, вот именно мужчины колются, и женщины тоже, а есть игра на длинную, на долгую, вот эта история именно на долгую. Девочки, не теряйте эту иллюзию, как говорится, влюбляться, познакомиться, но, как говорится, пальчики загибайте, когда у вас где-то примерно такое может случиться. Хотя я вижу, что не всегда это можно как-то предотвратить. Говорят, что женщины хитрые, но мужчины, я вижу, тоже молодцы. И давайте назовем эту историю, не все иностранцы бывают психопатами. Вот именно так начинается моя история этой женщины. Не только иностранцы бывают психопатами. У меня история случилась такая. На сайте знакомств я познакомилась с русским иммигрантом в США. Он жил в Калифорнии более 25 лет. Была очень удивлена. Красавец, высокий, образованный, интересный. Первый вопрос был, а в Голливуде женщины закончились? Общались три месяца по телефону. Далее он должен был лететь в Болгарию. У него там квартира. Пригласил меня, оплатил полностью всю поездку. Когда прилетела, роман начался с первого дня. Он был такой внимательный, милый. Я чувствовала, как даже по жизненным устоям мы похожи. Он носил меня на руках, делал комплименты и заботился. Ну и, конечно же, вообще к концу поездки я начала влюбляться. Так потихоньку он улетел со мной в Москву. И мы стали жить у меня. Он видел шикарную трехкомнатную квартиру, машину, другие имущества. Ну и, конечно же, он знал, что я занимаюсь бизнесом. Ну и, конечно же, потихоньку поставил на пьедестал меня. Так ко мне никто не относился до него. У меня было два брака позади. Ну, приходил момент, когда ему нужно было возвращаться в США. Он не хотел улетать без меня. Называл своей судьбой. И он быстро нашел решение. Мне что, не дадут везти страну мою жену? А я живу напротив ЗАГСа. Он быстро сообразил, поговорил с сотрудницами и роспись через пять дней. Прикинь, как быстро, а? Я была в шоке, но чувство счастья все равно испытывала. Но родственники мои, родные, боялись мошенничества с его стороны. И когда я написала завещание на взрослую дочь, она живет в другой стране, он сильно бесился. Вот где идет звоночек. В общем, я пошла на эту роспись. Конечно, были звонки, и я сомневалась. Но решила попробовать. Ну и, конечно, получила. После свадьбы он поменялся в корне. Стал открыто бухать. До этого как-то поливал, попивал потихоньку. Иногда даже не знала и не чувствовала запаха. Стал меня оскорблять, унижать и задирать. Несколько раз меня сильно толкнул, и я ударилась головой о стену. Последней каплей стало покушение на моих родителей. Он кунг кинулся на моего брата. Хотел избить, орал, кричал. Начал орать, что это все его имущество. Я офигела и выгнала его. Но это было сложно и страшно. Он был реально пьяным психопатом. Я боялась, что он меня прирежет. Мы разговаривали всю ночь. Переговоры, протрезвел. Попросил прощения, умолял, плакал. Утром его пустила домой. И знаете что? Он меня жестоко изнасиловал. Еще восемь часов потихоньку, чтобы его не разозлить, выводила его на улицу, чтобы закрыть квартиру и убежать. Пришлось скрываться. Было очень страшно. Он меня угрожал. Дежурил около моего дома. Уехала в гостиницу. Еще три недели всячески пытался вернуться. Но это он. До сих пор с ужасом вспоминаю. Что бы было, если бы я улетела к нему в США? У него медицинский род деятельности. И есть доступ к любым препаратам в форматологии. И кстати, он привозил наркотические препараты для тяжелобольной сестры, друга. Мои родители боялись, что он мог как-нибудь что-то мне подсыпать. Девочки, будьте внимательны. Замечайте эти странности в избраннике. И внимательно думайте. Ну что девочки, как вам история? И вы знаете самое главное? В стадии, да, именно в стадии, когда мы влюбляемся. Я говорю мы, потому что у меня тоже такие истории были подобие. Знаете, когда хотели, я не знаю, что-то сбить может быть. Да, именно у них для нас был какой-то план. Когда женщина совсем соглашается и, как говорится, не имеет своих планов, то мы идем по чему-то чужому плану, который нам давным-давно уже приготовили. Особенно влюбленная женщина, которая просто, как говорится, идет и плывет по волне. В этой стадии, девочки, мы и правда беспомощные. Потому что, ну как-то, ну влюбляться же надо, но нельзя же так жить все время в каких-то страхах. Постоянно нужно кому-то научиться доверять. Чему мы научились именно из всех этих видео, которые я рассказывала на моем канале ДОТОГО. Помните вот это вот видео? Первым делом, что они хотят, это влюбить нас. Заметьте, это должно быть обязательно. Влюбляют, нас боготворят. Когда мы стоим помощью беспомощные, именно потому что женщина, когда влюбится, она же всем сердцем, всей душой по-настоящему, правда? Тогда мы идем по плану для них. Да, вот именно по плану. И вот первые звоночки, конечно же, это спешка, правда? Когда вот спешат. Ну, существует любовь с первого взгляда. Потом у них по плану как? Переезжай ко мне. Или я к тебе. Или срочно начать жить. Но вы знаете, вот здесь бы я хотела заметить, что вот именно если у вас есть возможность, допустим, приехать к этому жениху. Ну там, погостить, узнать, что, как, почем. Узнать человека, как это должно быть, правда? А вот многие, как говорится, спешат, ну я не знаю, наверняка, ну мужиках надо попробовать, правда? Какой он там в постели, т.д. и т.п. И чтобы вот не облашать, чтобы не лохануться, ну как вот мной попользовались, пользуются вот женщинами. Многие хотят именно выйти замуж, и чтобы была обязательно печать какая-то, какая-то обязанность. А если замуж не выходить, а вот именно просто сойтись с человеком, если так уже сильно хочется, а со временем потом выйти замуж, может быть, тогда будет меньше наломок. Ну так давайте, какой второй у них план на нас? Влюбили они нас, и, конечно же, потом, я не знаю, вы заметили, да, вот в предыдущей истории тоже говорили, вот он все время разъезжает, у него есть второй какой-то пункт. Ну тоже особо не будем заморачиваться, есть мужчины, и правда, которые ездят, допустим, ну я не знаю, по работе, мало ли чего. Но именно в основном у таких вот какое-то дело на стороне, ну как-то где контролировать меньше, возможно. Какие там еще звоночки у нас были, да? То, что взбесился, поменялся нас мужчинка абсолютно после того, как она сказала женщина, да, что она переписала на свою дочь, на следство свое. Ну, а может быть, лучше всего, девочки, правда, как говорится, по-нашему, прикинуться шлангом и сказать, что у меня вообще ничего нет. Да, работаю, да, ну так же ж по-нашему, правда, да. Она всегда нужно будет похвастаться. Ну, в принципе, я тоже такая из них, вы знаете, притаскивала домой, ну, когда уже встречалась с мужчиной. Это же нормально, привести мужчину к себе домой. И тем более, если ты собираешься за него выходить замуж. Наша героиня, это же нормально тоже, правильно? Познакомить с семьей так же само, пускай они скажут свое мнение о нем. Ну, когда человек резко меняет, именно меняется, какой он был до и после, это, конечно, тоже, мне кажется, уже такой колокол хороший. То есть, получается, если вместе все сложить, то у нас на лицо, ну, просто обыкновенный, я не знаю, даже психопат, наверняка, может быть, даже нарцисс, который сначала нас боготворит, все в наших ногах, а потом нас просто-просто потихонечку уничтожает и манипулирует. А потом со временем отбирает все, что у нас есть. Так что очень много женщин, как говорится, платят очень большой, дорогой ценой только за какую-то печать или, может быть, визу. Когда они видят, что вы готовы на все ради любви и, получается, ради этих чувств, ради этих отношений, мы становимся очень легкой добычей. Так что, девчонки, не спешите, имейте какие-то свои маленькие планы. Не подстраивайте свою жизнь под кого-то, потому что так легко вычислить их. Вот именно, когда идет все не по их плану. Не переживайте, что вы их потеряете, потому что многие переживают, вот убежит жених. Да не убежит он, если это правда, он для вас. Потому что женщина, у которой есть какая-то своя личная жизнь, они не очень легкая добыча. Кстати, ну как вам мой натюрморт сзади, правда? Какие орхидеи, какие цветочки и какое классное настроение сегодня. Дорогие мои, я желаю вам отличного дня. Кстати, у меня есть канал на Телеграме, кому интересно, заходите. У нас там очень, очень хорошая компашка, ссылочку я оставлю внизу. И на эти темки, девочки, иногда мы будем разговаривать обязательно, потому что это жизнь. Пишите ваши истории, пишите обязательно. И будем делиться, и будем учиться.